Как вы знаете, у нас статистика по платежному балансу сводится через 3 месяца после завершения года. И вот здесь есть цифры по 2012 году. То есть профицит счета текущих операций составил 7,7 миллиарда долларов или 3,8% ВВП. Тут ситуация экспорт у нас рос, но импорт рос более быстрыми темпами. Ну понятно, что экспорт товаров, он по-прежнему превышает импорт товаров более чем в два раза. Поэтому торговый баланс у нас все равно позитивный и очень позитивный. 44,7 миллиарда долларов плюс. Ну вот как я говорил, экспорт вырос на 5,3%, а импорт вырос на 20%. Чистое поступление иностранных прямых инвестиций составило 14 миллиардов долларов. То есть, как мы об этом говорим, уже много лет Казахстан является одной из стран, наиболее успешно привлекающих прямые иностранные инвестиции. Статистика валового внешнего долга за прошлый год тоже здесь есть. Он составил 137,1 миллиарда долларов, из которых внешний долг государственного сектора, то есть гарантированный правительством Национального банка, составляет 5,5 миллиарда долларов или всего 4% от общего объема. Значит, банки, внешние обязательства банков продолжали сокращаться, в основном за счет второй реструктуризации БТА банка, о чем мы неоднократно говорили. То есть у нас в 2007 году внешний долг банковского сектора достигал 47 миллиардов долларов или 50% ВВП, а сейчас он резко сократился и вот все время продолжает сокращаться. Почему мы и говорим, что в целом банки уже могут выходить на внешние рынки и привлекать там средства для того, чтобы у них были среднесрочные фондирования, и они бы этими деньгами могли бы кредитовать нашу экономику. По международным активам Национального банка и Национального фонда тут принципиальных изменений нет. У нас все время там опять же тема, что мы говорим уже много лет, что нужно смотреть на совокупность Национальный банк и Национальный фонд. Тут сумма сильно не изменилась, идет рост сначала, но сумма в целом она составляет порядка 88 миллиардов долларов. То есть с начала года рост составил 2,1%. По денежным агрегатам каких-то радикальных изменений нет, то есть с начала года денежная база выросла на 5,4%, денежная масса выросла за февраль. Ну вот по этим показателям, я привожу цифры за январь-февраль. По валютному рынку тоже больших изменений не было, курс находится на уровне 150-90. Объемы в марте сократились по сравнению с февралем, достаточно существенно. По рынку государственных ценных бумаг тоже больших изменений не произошло. Объем ценных бумаг Минфина вырос, но всего на 1%. Объем НОД в обращении сократился на 18%, опять же потому что мы интервенции не проводили, то есть никаких задач по стерилизации у нас тоже не было. Так, по депозитному рынку объем депозитов в феврале вырос, объем вкладов населения вырос на 2%, сейчас составляет порядка 3,5 триллионов тенге. Продолжился опережающий рост депозитов в тенге, то есть если брать по всего по депозитам, то доля тенге составляет сейчас 69,6%. В составе вкладов населения эта доля составляет 60,6%. По кредитному рынку в феврале продолжился рост, он составил 1%, и объем кредитования у нас превысил 10 триллионов тенге. То есть при этом, опять же, доля тенговых кредитов продолжала расти и составила на конец февраля 71,4%. Поэтому каких-то больших изменений у нас не происходило, но в целом это хорошо, что ситуация такая стабильная.